Вот, и продолжение, окончание. Кажется, я смогу вам рассказать идиому, и сверхзадача. Так, ну начнем, конечно, с этой последней. На клетчатой фигуре нарисован верблюд. Ну, такой условный верблюд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вверх, на ту же высоту. Ну, вверх, на ту же высоту. Раз, два, три, четыре. О, получилось! Ха-ха-ха! Вот такой верблюд. Можно ли данную фигуру разрезать по линиям сетки на три части, из которых можно сложить квадрат? Это пункт А. Ну, линии сетки я продолжу сейчас. Восстановлю все линии сетки здесь. Вот, можно ли их разрезать? Это первая задача. Вторая задача, можно ли вообще разрезать как-нибудь, чтобы получился квадрат? Я бы никогда в жизни не решил этой задачи, поэтому я сразу провожу решение. Ну, пункт 1 заключается в том, что, ну, как бы, ну, что мы вначале, естественно, делаем, это количество леток считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Ну, намек понятен, да? Получится должен квадрат 5 на 5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, ну, тремя разрезами означает, что вот расстояние, как бы, вот между, сейчас я, да, вот эти вот четыре, вот тут есть такие четыре угла, которые очень далеко друг от друга. Они, если три разреза, два из них попадут в одну, как бы, фигуру, в одну, в один кусок. Вот, какие-то два из этих попадут в один кусок, на расстоянии не меньше, чем четыре квадрата по вертикали, плюс еще, может быть, даже и по диагонали как-то. Ну, да, естественно, из этого следует, что ничего не выйдет, потому что здесь-то они, здесь никак вот этот кусок, в котором они расположены, тут внутренний квадрат уже не всунешь. Он вылезает, так как параллельный перенос, что должен быть, раз по линиям сетки требуется, значит, линии сетки-то останутся здесь линиями сетки, и будет либо параллельный перенос, либо с поворотом перенос, но на 90, там, плюс-минус 90 градусов, либо переворачивание. Но в любом случае останется такая же конфигурация, что вот это расстояние, да, оно будет больше, чем размер квадрата. Если это здесь, то это будет вылезать. Ну, вроде понятно, да, вроде так. То есть нельзя, но в пункте B ответ можно, я бы никогда сам до этого не догадался, никогда. Но, в принципе, дело в том, что квадрат площадью 25 можно действительно получить немножко по-другому. Это, ну, 4, 3, вот надо взять, как бы, вот, стилема Пифагора, да, 3 квадрата 3, 4 квадрата равно 5 квадрата. То есть, на самом деле, квадрат же бывает еще и вот такой. И давайте попробуем сложить именно такой. Но догадаться до этого нельзя, единственное, что можно увидеть, что копии верблюда покрывают плоскость. То есть, я сдвигаю верблюда сюда, и вот я здесь его же вижу, ну, как бы здесь надо перевернуть, что ли, надо как-то, да, где-то 2. Вот так, что ли, да, перевернут, этот верблюд, чтобы он ставился и попал в плоскость. Да, он, он начинает переворачиваться, сюда влезает перевернутый вот так, наоборот, верблюд, вот эта вот часть вот так вот перевернута. Вернута сюда влезает, значит, верблюд новый начнется отсюда, так, поедет вот сюда. Вот здесь его голова, да, будет как-то вот так, пойдет верблюд. Ну, и дальше можно его дорисовать, да, сюда, он пошел туда, вот наверх, этот верблюд. Я его нарисовал туда, вот тут, нарисовал верблюда, да, нет, этот тот пойдет наверх, тот. Здесь идет другой, здесь третий, этот пойдет, наоборот, направо туда продолжаться. Ну, в общем, давайте напишу ответ. Если вы вот эту картину на всю плоскость размножите, у вас будет замощение верблюдами. Ну, в принципе, здесь видно, да, как это происходит, просто офигеть совершенно, как. Ну, и, соответственно, ответ нарисуем красным, что в этом замощении дальше просто квадраты вот так по косой угадываются и состоят из таких частиц, как, так, отсюда, должен 3 к 4 ввести, то есть сюда, о, и видно, что прошла по верблюду. Вот, и если теперь еще привести вот сюда, о, йокарный бабай, да, и это отдельный кусок. Понимаете, вот тут везде вот эти, они все вышли, потому что это 3 к 4, а это диагональ. Тут то же самое рассуждение, 3 к 4, а тут сравнение с 2 к 3, то есть везде проходит прямо по верблюду, по мясу. Разрезает верблюд на такие, как бы, обрывки ног, рук, головы. Там, в общем, ну, нормально, вот такой кусок верблюда, связанный кусок верблюда, там, вот здесь на сухожилии одном висит, простите за азотомические подробности. Вот, это один кусок верблюда, ну, и два других, вот они здесь, здесь можно тоже начертать. Вот, вот это один кусок верблюда, оставшийся, вот, и, соответственно, последний, это вот этот кусок верблюда. Вот, и у нас теперь, как бы, видно, что в остальной картине просто восстанавливается вот это вот, восстанавливается квадратное замощение с повернутым квадратом 4 к 3 из этих кусков. Ну, это абсолютно гениально, выдумать это еще, может быть, и можно, хотя я преклоняю шляпу Юрой, снимаю, срываю перед ним шляпу. Но как решить эту задачу, я не знаю. Интересно, было ли хоть одно правильное решение, поданное во всей Москве. Вот, не знаю, я не знаю. Ну, гений полно, поэтому, скорее всего, кто-то таки решил. Ну, вот это интересный вопрос. В комментариях напишите мне, сколько народу ее лишило. Вот, тут также в схеме предлагается офигеннейшее, вот здесь, как бы, на компьютере, я сейчас поближе его вот так приведу, вот это вот доказательство теорема Пифагора, тоже, как у меня в картинках, ну, как такое классическое. Только здесь оно, как бы, бесконечная плоскость разбивается двумя разными способами. Один способ это чередующиеся квадраты 4 на 4 и 3 на 3, а другой способ это вдвое меньше одинаковых квадратов с диагональю соответствующего треугольника. Ну, и, соответственно, раз вдвое меньше, значит, площадь этого полученного квадрата косого будет равна как раз сумме двух площадей. И теорем Пифагора доказано. В общем, я не знаю, сколько еще я буду жить и удивляться математике. Вот где еще такое может быть? Где такие фантастические красоты вообще живут? Да вообще нигде. Только в математике. Все остальное вообще плачет в сторонке тихо, нервно плачет в сторонке. Ну, и разберем последнюю задачу. Разберем задачу про треугольник. Точнее, про четвероугольник. Значит, задача 4. Три стороны четвероугольника равны. Раз, два и три. Вот. Три стороны равны. А два угла это 90 и 150. Найдите остальные углы. Вот. Значит, это прямой угол, а это 150. То есть, вот здесь остается 30. Вот. Но здесь, значит, опять же, геому я не умею, поэтому пришлось заглядывать в ответ. Получается, надо достраивать до квадрата одна из идеей. Стоит то, что достроить до квадрата. Вот. И тогда вот это оказывается тому же равно, что и вот это. А здесь остается угол 150. Вот этот угол это 150. За вычетом 90, то есть 60. И фокус-мокус в том, что теперь получается равнобедренный треугольник с углом 60, а значит, и два других 60. Вот. Поэтому они все вот эти равны друг к другу. Эта сторона равна той же. Но эта же тоже такая же. То есть, на самом деле, мы поняли, откуда взялся исходный четырехугольник. Он взялся из домика. Домик, который получен присоединением равностороннего треугольника по стороне квадрата к квадрату. И просто с упрямлением дороги. Ну, а дальше, понятно, все очевидно. Потому что вот этот угол, соответственно, тоже 150, как и нижний, в силу полной симметрии этой картинки. А равнобедренность треугольника позволяет сказать, что здесь по 15. Вот. Ну и все. Значит, соответственно, это остается 75. Это 90 минус 15. А здесь 60 минус 15, то есть 45. Что и есть ответ. 75 там, 45 будет. Вот, вот такой вот мат-праздник классный вышел. Сейчас попытаемся быстренько все задачки залить на канал, чтобы вы посмотрели разбор от Саватиева. Ну, правда, не сильно, конечно, я помог, но кое-где я там показал, как бы я рассуждал. Может, это кому-то поможет дальше олимпиадные задачи решать когда-нибудь еще. Ой, смотри, что здесь. Что-то не то. Смотри, что-то, какой-то язык интерфейса появился. Потому что это значит.